Добрый день, интернет-магазин bilyardmag.com. Меня зовут Богдан и продолжаем снимать видео-обзоры о киях Николаенко. И сегодня у нас бильярдный кий Николаенко 2х2 Палисандр. Хорошая наборка, одни из самых недорогих моделей в наборке 2х2, в классических наборках одни из самых недорогих. И несмотря на то, что они, скажем так, в нижнем сегменте ценовом, среди классических наборок, но кий очень неплохо себя зарекомендовали. В этой наборке играют неплохо, достаточно такой серьезный угол в 1х12, то есть сделан кий. Вы можете посмотреть, здесь запилы очень длинные. И я, кстати, замерял, допустим, вот была модель ранее у Николая НК 4х4, сейчас ее, к сожалению, нет уже в модельном ряде. Но, тем не менее, здесь 2х2, там было 4х4. Казалось бы, 4х4 должна быть большая степень заполненности шафта, однако за счет того, что там были другие углы 1х7, там реально наборка, степень заполненности шафта переклейкой была фактически чуть даже меньше, чем на 2х2. И 2х2 очень неплохой кий. Все практически во всех вариантах исполнения. Ну, в любых древесинах, 2х2, в принципе, очень неплохой вариант. Значит, по скрутке давайте начнем со скрутки. Традиционно, значит, скрутка у нас нержавейка в латунь. Старая скрутка уже такая хорошо себя зарекомендовавшая, уже давно на всех абсолютно киях Николаенко устанавливается. Надежная, функциональная, ничего лишнего, скрытая резьба, то есть и выглядит хорошо и работает тоже отлично. Значит, по бандажным кольцам. Бандажные кольца у нас сделаны из эбонита, здесь выше идет вот такое декоративное кольцо, вставлено металлическое, ну, так сделано на турнике и на шафте. Значит, рассмотрим поближе шафтки. Я, ну, напоминаю сразу о том, что к этому кию идет тубус в подарок. Подробнее вы можете посмотреть в описании к видео и выбрать тубус. Пожалуйста, вы можете тоже там функционально это заложено в карточке товара. Также вы можете позвонить менеджеру, уточнить информацию. То есть, пожалуйста, обращайте на это внимание. Значит, вот так выглядит. Значит, дерево палисандр достаточно хорошо уже нам известно. Много лет на нем работают мастера наши. И, в принципе, неплохое дерево в твердости, жесткости выше среднего, экзотика. Есть очень много видов палисандра. Он очень разнится по цвету, по своим характеристикам. Вот есть там палисандр Сантос, есть там палисандр Мадагаскарский и так далее. То есть, их очень много. К сожалению, я вот честно вам скажу, как и, наверное, присоединятся ко мне в этом вопросе и даже мастера. Очень часто бывает так, что палисандр, допустим, нельзя характеризовать точно, какой это палисандр. То есть, единственное, что можно сделать, и просто, когда есть материал на этапе бруска, да, можно просто взвесить его и вычислить приблизительную плотность древесины, а назвать его точным названием, вот, скажем, с точки зрения ботаники очень сложно. Поэтому мы его называем так. Обобщем палисандр. Здесь вот такой интересный палисандр с ярко выраженной структурой. Хорошо выглядит. Значит, наклейка 12,5 мм. В наклейку установлена трианжел средней жесткости. Он, скажем так, средней ближе к жесткой, средняя ближе к жесткой, однослойная наклеечка. Под наклейкой у нас фибра. Ну, давайте возьмем, замеряем диаметр наклейки на этом Kie. Значит, здесь у нас, здесь у нас 12,3 мм. 12,3 мм. Диаметр наклейки. Ну, в принципе, характерно для Kievo Nikolaenko. Где-то вот от 12,3 мм до 12,7 мм. Значит, давайте турняк ближе посмотрим. Турняк выглядит вот таким образом. Красивое дерево. Здесь, видите, с такими наплывами темными. Красиво выглядит. Все это экзотика. Это, как правило, Южная Америка. То есть, палисандр это в основном южноамериканское дерево. Хотя палисандр достаточно широко распространен в мире. Ну, в основном к нам поступают южноамериканские сорта палисандра. Значит, здесь по турняку добавим о том, что это бронзовое кольцо вставлено здесь с логотипом Nikolaenko. То есть, кольцо характерно для всех. Бронзовые кольца характерны для всех Kievo Nikolaenko. Они немножко в разных интерпретациях бывают. Ну, здесь узор везде одинаков. То есть, вот такое кольцо. Внизу заканчивается Kievo таким вот пластиковым кольцом. Ну, скажем так, бампером. И внизу амортизатор резиновый. Вот такой формы. Также здесь на турнике, вот вы видите, сделана вот такая вот вставка декоративная. Из черного граба и белого граба. Вот такая вот стрелка вставлена. То есть, Kievo в целом очень даже неплохой. Иногда к наборкам, скажем так, несправедливо обделяют вниманием наборки малые. Вот типа 2х2. Я с этой позицией не согласен. Ничем не хуже больших наборок. Достаточно хорошие Kie. По игровым характеристикам они неплохо работают. И по внешнему виду такие они достаточно минималистичные. Но выглядит Kie достаточно неплохо и работает тоже хорошо. На этом, об этом Kie все. Я напоминаю вам, что если нужно вам заказать индивидуальные какие-то характеристики на Kie, то есть по диаметру наклейки, по загрузке Kie, по геометрическим параметрам, пожалуйста, обращайтесь. Это все можно сделать. Это бесплатно, то есть, пожалуйста, сделаем в любом, скажем так, исполнении в плане параметров. Это бесплатно, но занимает 2 месяца, так как готовый Kie изменить нельзя. Это нужно делать, скажем так, с нуля. На этом все. Это был видеообзор бильярдного Kie Nikolaенко 2х2 Palisandr. Обзор подготовлен интернет-магазином billyardmag.com. Меня зовут Богдан. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.